Следующая лучшая партия была сыграна в 68-м году Ботвинником. Это было на турнире Монте-Карло. Ботвинник играл верными, а Портюш венгельской игре вместе играл черными. Оба были такие активные позиционные шумматисты, и даже Портюш часто называли, за приверженность к позиционному стилю, его часто называли венгельским ботвинником, потому что у них было примерно одинаково стиль. Но, как ни странно, отстречивать в этой состоящим ботвинником, не бенгельским ботвинником, а состоящим ботвинником, то есть, как бы, со своим двойником. Пасы совершенно не похожи на Экскринь. Здесь не было спокойно. Можно подождать спокойного маневрирования, но, на самом деле, ботвинник действовал как молодой, так, по жирту отбил, а здесь сейчас вы увидите, и, в результате, чуть не поставил натуральный такой спертый маток. Так, там, С4Е5, С4Е5. С2, правильно, С4Е5 и СЕ5. С4Е5. Как нибудь называются? С4Е5. 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 Ну, это английское начало. Если я добираю С4, то это уже, как правило, характеризует английское начало. Девюты иногда перемешивают, иногда и английское начало можно привести к ферзьевому гравитву и так далее. Но, тем не менее, в этих два хода они характеризуют английское начало. С4Е5. Конь С3. Конь С3. Конь Ф6. Ж3, Д5. Ж3, Д5. 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 С4Е5. 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 Конь Черный димит. С4Е5. С4Е6. Первый добавим на коня. С4Е5. Дальше конь Ф3, белый заканчивается в развитии, конь С6, передвисит бешеный Е5, до 4, конь С6, короткая рапировка, конь Б6, конь, нет, другой конь, не Б6, нет, нет, мой конь, черт, сейчас конь Б6, конь Б6, Д3, 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 С7, А3, А5, ну, МН4 неприятный ход, потому что начнут прогонять фигуры с конь Б6, а 5, С3, С3, 0,0, короткая рапировка, конь А4, конь Б6, А4, ХН2, А4, С3, 0,5, подъявится 1,0. А английское начало, которое, как мы видели, характеризуется ходом С2, С24, оно часто приводит к таким позициям, где белый пытается по этой линии создать давление. Вот это классическая партия, где давление удается. Черный запереда на линии 8, ловец С2, то есть белый пытается по этой линии, слонов 8. Вот, вот это каждая ошибка, и комментаторы говорят, что надо прикрыть полюс С7, основное на их возьмем, увести, по совету Д6, прикрыть полюс С7, и давление возрастает. Вариант С1, конь Б8. Но черные хотят С7, С6 сыграть, покрыть С1, но у них это не получается. Здесь, кажется, что нельзя береть на С7, потому что конь Б8 может попасться. Но белый, тем не менее, берет на С7, еще не боятся, конь Б9 на С7. И последовалось на С6. Б8 попался, да, на первый взгляд. И вот здесь вот основная английская идея, и так вот это доминирует. Белый прорвает испарение С7, но и надо теперь что-то делать. Потому что, конечно, белый может отдать ловью, слонов, то есть качество отдать, но это будет мало, что это ловьёй. А они берут на С6, выходные, надо давать качество. Но у них очень эффектный ход. А они другой ладья берут на С6. Ладья Б9-С7. Ладья 1-6. Теперь, значит, качество жертвуется, но ладья осталось на С7. И это очень существенно. Последовало бойцы на выходные, пешку. И теперь, это, конечно, совершенно не в стереотлетиках. Какой бы вы возле делали? Еще один эффектный. Ладья Б9-С6. О, да без сферня вопрос. Так, какой нам вопрос? Можно? Ладья пожертвовала качество, а теперь еще жертвует ладью. Смотрите, как красиво. Просто ладью, а дадут на прежнем. Производится жрение. Ладья Б9-С7. Теперь портист не решился. Не решился брать ладью. Но там он сыграл А6. И просто последовало... Нет, это не буду партию показывать до конца. Потому что здесь ладья отступила. И для времени по седьмой горизонтали, оно через пять каток черной сдали. Но надо было посчитать, конечно, самое красивое. Не смотри, по пейли. Надо было посчитать этот вариант. Смотри, я, конечно, его посчитал. Газал, что, блин, ну, все это перечит, посчитал. Значит, здесь стояется шаг. Смотрите, ладья, кстати, ладья пожертвовали. Всего за одну фигуру. Но, тем не менее, дело кончается плохо. Да, черт. Ну, куда играть? Ну, теперь теперь нельзя, потому что поинцовывает шаг. Теперь теряется. Ладья 6 тоже какой-нибудь играет. Дальше, на же пять, и ладья теряется. Поэтому единственный ход, король же шесть. Теперь же четыре шага. Но он наступает назад, король же семь. Теперь поинцовывает шаг. Теперь король же восемь. Теперь все четыре шага. Хорошо, восемь. И теперь какая комбинация, как говорится, называется комбинация на спертый мат? Кто может сказать, как это происходит? Как гадает спертый мат? Можно сходить в север. Поним с север. Поним с север шаг. Тогда хорошо. Хорошо, восемь. Поним с север шага. Можно здесь, конечно, нельзя. Но это мелочи, какие-то, посреди всем, что гадает. Как это могут сделать, потому что они отбирают ферзиан, но пока все равно у них же и двух надеющих нет. Так что велодей все равно это много. Но теперь летали в США. И дальше что? Там родился. Король же восемь. И все это возле мата. Ну это даже не спертый мат. Спертый мат, если паспорта не было, тогда за восемь летом берут лагио, и после этого поняли все мата. Вот такой мат. Это называется спертый мат, но здесь просто вода есть. Вот такая комбинация батяник, она победила в том году и стала, значит, лучшей партией дома.